доброго времени суток зрителям канала злой эколог сегодня у нас в гостях очень интересный гость мы продолжаем тему плоской земли теории плоской земли так вот наш гость это автор youtube канала монарх монарх 100 он сейчас называется этот канал я кстати говоря на этот канал подписан уже давно несколько лет и постоянно смотрю автор этого канала он разоблачает различные фейки там о бестопольных генераторах и так далее хотя сам является альтернативщиком у него у самого взгляды отличаются от традиционной науки и вот как раз автор канала монарх 100 категорически отвергает теорию плоской земли у него есть видео на канале в трех частях где он рассказывает соответствии со спецификой своих знаний своей работы он работал в как правильно сказать закрытом институте да который сотрудничал институт нет это завод был завод военный завод с военным уклоном да и как раз это было связано со спутниками с техникой то есть у него есть специфические знания благодаря которым он может достаточно популярно объяснить чтобы людям даже не имеющим там склада характера математического да который не силен в геометрии вот как я например у меня с геометрией всегда проблемы объяснить популярным языком что земля все-таки вертится можете о себе сказать на ты будем на ты можешь о себе сказать можешь о себе рассказать пару слов и что ты вообще думаешь о плоской земле а потом перейдем уже к вопросам таким чисто технического характера значит не чуть более 60 лет электроникой занимаюсь почти 50 лет то есть самого раннего детства а спутниковой тематикой занимают где-то в лет под 40 почти вот как в начале 80-х начали спутники гонять по небу плоскому вот тогда я и занялся уже когда был инженером конструктором хотя у меня никогда не было высшего образования меня там есть куча регалий всяких не будучи заостряться факт то что мы в конструкторском бюро даже когда это еще были застойные времена это было до перестройки уже спутники пошли отход берд на 13 градусов хаства на 19 и мы тогда очень хотели хоть что-то сделать как-то полон поймать эти спутники посмотреть что же там идет хотя там конечно на русскоязычном ничего не было там были немецкие французские польских пару каналов ну соседи наши я из бреста и все хотели это глянуть одну как все запрещенное у нас это очень сильно запрещалось тогда на те времена когда даже радиоприемники у кого диапазона западного приходилось регистрировать у нас в кгб такие времена были но тем не менее мы как конструктора пытались и сами ресиверы разрабатывать и вот конвертеры головки которые я рассказывал в том тройном ролике который я выпускал про плоскую землю да я эти прошу прощения перебью я ссылку на эти ролики прикреплю в описании чтобы зрители могли ознакомиться там как бы основная часть конечно третье но для общего развития можно посмотреть там и как раз много разъяснений вот эти вот я показывал там как фигурируют да там эти фигурируют вот антенка парабола это все есть вот факт то что я столько лет этим занимаюсь но это не только этим я занимаюсь вообще электроника это так у меня половина на половину но по крайней мере уж спутниковых систем я наставил но может 10 десяток тысяч нет но много тысяч установок которые смотрят на спутники везде разбросанные то есть причем от москвы до западной германии где только их не ставил вот и и знать как это все работает ну просто для меня это вообще элементарные вещи так как я сам разработчик подобных систем и для меня совершенно нету секрета мне любую схему дай любое оборудование которые вну более менее там не сильно специфическое его раскрою и скажу что там чего там и как там и что для чего это подначено зачем это микросхема и там какой-то узел что любая деталь все мне не надо ни схем ничего не это я открыл и сказал вот-вот-вот тут высокое напряжение тут низкое тут усилитель а тут еще что да ну в общем так далее в общем ты специалист конкретно по электронике которая связана с космическими аппаратами и с космическими не с космическими не имеет значения мне абсолютно вообще все я имею ввиду в контексте нашего сегодняшнего видео темы да да мне любой спутник с орбиты с тенниси принес я его открою и вот все узлы повытаскиваю оттуда и скажу что чего причем электроника механика мне без разницы я и механику разрабатывал электронику меня даже вот сохранились до сих пор всякие образцы которые мог бы показать как-нибудь но это ладно факт то что я в этом настолько разбираюсь что для меня просто шоковое состояние вот это все вот ты вот как рассказал что там какой-то фильм 70 часового посмотрел но я успел посмотреть где-то чуть больше пяти часов вот вчера сегодня еле осил меня я бы его не смотрел потому что там невозможно это смотреть там ну для такого планктона это все расписано ну почему это другой вопрос для чего это все подается информация но факт то что для меня как технаря который разбирается в этом подробнейшим образом ну который эти спутники вот просто ловит вот одной рукой как говорится ночью днем я эти ставил системы причем при кромешной тьме то есть пальцем в небо как говорится там точность установки этих спутниковых систем там буквально доли градуса там чуть-чуть ошибся все уже там полтора два градуса другой спутник есть некоторые места где спутники расположены так что буквально полградуса сместил тарелку уже все другой спутник а вот например вот sirius есть такой да там вот когда там были только западные каналы это одно а потом появились вот украинские и вот естественно все хотели там так как мы тут русскоязычные но вот мы белоруссия и что украинский что польский что белорусский для нас абсолютно одинаково разбираемся хорошо и вот появились на этом месте вот на сириусе это вот пять градусов 048 востока висит спутник он там не один там их несколько и вот получается так надо что висят спутники а эти спутники их несколько вот они расположены друг от друга где-то на 300 400 но 500 километров друг от друга но так как 36 тысяч километров до них получается они все точные как источник как передатчик вот источник излучения радио он точечный и даже вот эти 300 500 километров между ними это если же прямую линию провести это что буквально там десятые доли градуса там даже меньше и вот тарелку крутишь есть хорошая тарелка все тот этот спутник например вещает украинские каналы а вот этот рядом буквально находится он считается на одном и том же градусе находится 4 и 8 но чуть-чуть буквально вот четверть ну не знаю десятую градуса поворачиваешь и уже вот тот спутник скандинавский там вот тв-1000 синема кто может помнить d2 мак еще когда аналоговые системы были вот тогда вот это первые были а потом уже добавили эти спутники буквально туда-сюда уже разница усиление уже в уровне сигнала разница то есть точность просто бешеная вот и не для меня для меня все это но настолько реально настолько потрогано своими руками скажем так все рассчитано просчитано и сам никаких нет что спать реально находится на орбите и крутится вокруг земли когда эти спутники запускаются я знаю когда вот мы следим за этом ну вот как так как занимаемся этими делами когда они запускаются когда выводятся на орбиту мы даже прощупаем вот они еще только их надо закинули вот новые там уже несколько поколений за почти 40 лет сменилась три-четыре поколения спутников вот на тех орбита то есть на тех местах где они стоят снимают старые они у них там от 10 до 15 лет срок жизни у некоторых ну и бывает и ломаются их снимается орбиты ставят новые все это мы прощупаем мы это знаем мы вывод вот ракету запустили мы видим ее вот вот эту ракету запустили мы проследили все вот она пошла через некоторое время там через неделю уже начинает сигнал появляться уже этот спутник его доводят до этого места его что-то еще доводят ну вот он туда доходит его там размещают так чтобы они он не мешал другим спутникам чтобы но они там вдруг друг не хотя все но это очень тяжело чтобы они встретились друг другом там когда на расстоянии огромном но не все но они же а когда хоть находятся они же на месте находятся то есть вот и вращение земли когда происходит вот вот эта точка вот это экватор вот по экватору вот именно по нулевому экватору вот располагаются эти спутники и они вращаются вместе с землей вот как земля вращается и они вращаются вот в этой точке только строго они по сути дела висят неподвижно правильно относительно нас относительно нас они абсолютно неподвижно и вот представь себе вот точность точность установки тарелки я же говорю там десятые доли градуса вот точность абсолютная они все но они там ну вот Они, конечно, из-за того, что свои функциональности и то, что, естественно, смещение всё равно, влияние какое-то оказывается. Вот даже Луна оказывает влияние своё своим этим. Немножко это, конечно, спутники сами смещаются. Но это происходит буквально за несколько лет на пару километров, на десятки бывает километров. Ну, и они колеблятся ещё сами в себе. Потому что тоже часто бывает, что в какие-то периоды времени настраиваешь спутник какой-то, всё нормально, сигнал отличный, всё. А потом через некоторое время он начинает ухудшаться. Потом вы его доворачиваешь буквально, я говорю, десятые градуса, доворачиваешь, всё, сигнал опять лучше. То есть спутник, вот он колеблется, на своём месте стоит, но всё равно какие-то колебания происходят. Или вот такие, или такие. И вот их корректируют. Там стоят двигатели специальные, на них запас топлива, как обычно, на 15 лет, если, например, ресурс работает. И вот их там корректируют раз в пару лет, туда-сюда. Именно это место точно до десятков, ну, сотен километров где-то устанавливают. Это мы всё видим, это мы всё чувствуем, это мы всё знаем, это всё проходит через нас. То есть, ну, те, которые вот занимаются спутниковой тематикой. Вот. И опять же, вот, я вообще с детства увлекаюсь, ну, я, например, ещё вот ранних классах вот грезил бы стать лётчиком, да. Вот. У меня там с 10 лет где-то я пошёл в авиакружок, там делал самолёты, там модели самолётов летающие, вот мы на кордок запускали. Потом решил сделать радио, поэтому пошёл, вот, заменял своей электроникой с 12 лет где-то вот, потому что хотел сделать передатчики, потому что мне неинтересно было на проволоке их таскать эти самолёты, мне хотелось большего. Вот. Я уже в 10-12 лет разрабатывал свой электромобиль, амфибию, вот, ну, вот делал чертежи, на самом деле это всё было. Вот. То есть на звёзды я смотрел ещё с тех пор. Космонавтом тут тоже вот была мечта стать, ну, потом я понял, что меня не выйдет, у меня, где-то мне после 14 лет, когда уже можно было на этих вот аттракционах, таких вот, да, всяких центрифугах, да, я понял, что мне не быть космонавтом и тем более лётчиком, потому что вестибулярный аппарат слабый. Не мог я долго там вращаться, вот, и уже чисто электроникой занялся. Ну, на то время, вот, меня и астрология интересовала, и все эти дела, звёзды, я знал, где, уж с тех пор, знал, где, ну, созвездия, где как что расположено, как планеты двигаются. И опять, на сегодняшний день, вот, такое, у меня, например, кот, ну, я тоже его не раз показывал, 14 лет ему, вот, ну, он у меня как ребёнок, ну, я с ним, то есть не как с котом общаюсь, а как, то есть он у меня очеловечен. Вот, и вот мы с ним дружим, мы друг друга понимаем, он знает много своих кошачьих слов, которые я понимаю, и он с нами так объясняется. И вот он меня заставляет гулять по ночам, а я сова. Вот, как и я, так же, я тоже по ночам у меня. По ночам я ложусь в 3, 4, 5 часов утра, а то и бывает и в 6, пока мне не доест, вот, что-то занимаюсь, вот, колупаюсь, там, что-то паяю, там, собираю, разбираю. Вот, и вот пока мне уже вот спать хочется, всё, я уже чувствую, на, всё, пошёл спать. А так я могу хоть сутки сидеть, что-то, вот, если мне надо. А вот, а кот это дело понял, а он днём боится гулять, у нас тут очень шумно днём, а ночью тихо во дворе. И вот он меня вытаскивает на улицу, он сам, вот, ему в окно прыгнул и пошёл гулять. Так и было раньше. Нет, вот, вот он меня таскает за собой. И вот, естественно, я всё вижу. Вот я ночью выхожу, я обязательно смотрю на небо. Вот пока с котом гуляем туда-сюда, я смотрю, если небо нормально, всё, я все эти старлинновские, эти спутники видел. Как, что, где летает, как, я смотрю за всеми запусками вот этими онлайн, которые проводятся, старлинг. Ну, то, что вот сейчас тесловские эти. Значит, всё это я смотрю, вижу. И не только там Китай запускает спутники, сможет, обязательно я посмотрю. Там Россия, там что-то, Япония, там Индия, там кто что. Смотрю, как что летает, как что выводится на орбиту. Вот. А тут мне рассказывают, что там какой-то купол, там где-то что-то куда-то бьётся. Там где-то мы не можем куда-то летать, что эти спутники куда-то там заваливаются. Я вижу их, вижу. Я вот, я говорю, я ночью выхожу, вот буквально, вот сегодня тоже несколько, он меня три раза выводил на улицу сегодня ночью. Небо было чистейшее. Вот, вот, Сатурн, Юпитер, Марс, Венера. Я всё, каждую планету я провожаю, где, вот я каждую ночь вышел, я вижу, а, вот там, например, ну, сейчас Марс с противоположной стороны. Вот, когда он тут проходил, вот, летом где-то, да, точнее, весной, вот, всё там, вот, противостояние планет все эти я наблюдаю. Как вот, вот, Луна, там, это всё вот проходит, опять же, как на этой плоскости, там у них летит, значит, Солнце и Луна, и вот они как почему-то синхронизированы. Да нет, я сколько раз днём, ну, спутниковую систему, и постоянно что на небо смотришь там, а как раз получается, что смотришь на юг в основном, там у нас, ну, основные спутники находятся. Вот, вот, 36 градусов, вот, 13 градусов, 5 градусов, это всё вот я в основном на них ставлю, русскоязычные. И Солнце смотришь, вот, Солнце, а там рядом Луна, днём, или вечером, вот, вот, вечером Солнце заходит, смотрит, и смотришь, и Луна за ней, там, где-то рядышком, вот, там, или, наоборот, вот, Солнце заходит, а Луна восходит. То есть, они абсолютно не синхронизированы, причём то внизу, то там, то там, то там, и это я каждый день, точнее, каждую ночь это всё вижу, я за этим всем наблюдаю. Вот эти все спутники, я различаю, я с детства различаю все эти спутники, вот, летят как самолёты, у нас тут международная трасса через Брест проходит, вот, вот, с Москвы, с Минск, ну, и так далее, там, оттуда, вот, всего, там, туда, в Европу летят вот эти самолёты. Ну, и военные, сколько, вот, когда, вот, были эти заварушки военные, помню, в детстве тоже, как, там, потоком шли, там, прямо, по нескольку самолётов, а то и целыми бригадами. Вот, Фёдор, я перебью, вот, такой вопрос, вот, немножко ближе к теме, я думаю, у зрителей сложилось уже впечатление, то есть, что ты себя представляешь, какого рода ты специалист, вот, такой вопрос, который один из, ставится во главу угла, да? Почему нет снимков и нет видео Земли из космоса? Я просто целенаправленно, специально, вот, в процессе подготовки, я зашёл и на Ютуб посмотрел, короче, и просто в поиск, чтобы было какое-нибудь видео Земли, и, вот, допустим, спутник встал в одном месте, да, и Земля полностью круг прокрутилась, и всё это можно увидеть. Я нашёл только короткие ролики, смонтированные из каких-то кусков, а вот такого цельного... Есть несколько спутников, которые онлайн-трансляцию проводят в 4К, прямо вот-вот включаешь и смотришь, как вот он летит, и прямо камера смотрит на Землю прямо в онлайне, тучи какие, континенты, всё, смотришь, можешь проверить, есть же... Как их забить в поиск, найти? Я закинул, ну, больше закинул обязательно, у меня это онлайн, у меня где-то закладка есть, это я иногда, ну, не часто, но тоже так туда заглядываю, смотрю, где вот как погода, как что, оно прямо в онлайне показывает всё. Там 4К-разрешение, пожалуйста, смотри на здоровье, всё в онлайне, я не знаю, кому там что-то не видно, оно всё вот-вот, всё вокруг, шара там, причём это всё быстро, конечно, идёт. И вот я говорю, как старлиновские эти спутники, вот смотришь, вот, они буквально вот по небу вот полетели, вот, когда их запускали, вот, когда их там по 40 штук, да, там запускают вот эту целую кассету, вот, они там куском шли, вот, и вот первые кота шли, они там яркие были. Я-то это всё видел, абсолютно, вот, причём я посмотрел онлайн-трансляцию, как запустили спутник, всё, там вышел на Робиду, я вижу, как это всё, я же говорю, я технарь, меня не обманешь, вот, всякими 3D-редакторами. Я сам, я сам занимался 10-15 лет назад, я, ну, как хобби занимался серверами игровыми, у меня там 3D, вот, у меня один ролик, самый первый, как бы, он не первый, я там другие просто удалил. Убрал с просмотром. Там у меня есть, где я вот рассказываю, как в 3D-максе строить, делать модели для онлайн-игр. И вот я занимался этим, их делал, вот, я создавал сервера онлайн, игровые сервера, где полностью вот там вот именно в 3D создавал вот эти модели, их переделывал, вскрывал другие сервера, ну, это, есть хакерский сайт, там у меня до сих пор, я там, модераторам, так меня почётным и расставили, хотя уже там лет 10 почти и не был. И вот, и вот все вот эти все дела, вот это всё, сервера мы сами, эмуляторы переделывали, я создавал там квестовые системы. Вот 3D-графикой занимался, никто не хотел ею заниматься, там кто-то там из Китая, там вот, ну, вот онлайн-игра была, ему онлайн такая, она уже просто устарела, я просто перестал заниматься. И вот никто не хотел заниматься, я занялся, вот, и вот в 3D-графике я взломал там все эти дела, там, вот, движок этот вот именно, который клиентский, потому что те движки серверов там ребята взламывали, там получалось, а вот этот был на ассемблере написан в основном, и никто, всем было тяжело, я его вскрыл, вот, и разобрался с графикой полностью, у меня там полностью подробно все описано, как, что устроится, с чего, то есть, меня обмануть. То, что вот это или графика, или не графика, это просто, ну, я не знаю, тем более это 10-20 лет назад, 30 лет назад, когда вот эти съемки были, да, там, про лунную там программу, это, конечно, отдельный разговор, это не будем, наверное, трогать, потому что это отдельный. Ну, тогда я снова перебью, тогда как раз к вопросу, для чего это вообще нужно, зачем это нам пропихивают. Вот у меня первая мысль, которая возникла, это, ну, элементарно, то есть, когда ты, одно дело, ты живешь в 3D-мире, да, у тебя круглая Земля, круглое Солнце, и ты мир начинаешь воспринимать несколько объемней. А когда тебе подрезают одно измерение, убирают, и на плоскость тебя осаждают, и ты, получается, в двухмерном измерении, и, соответственно, ты не видишь мир в полном объеме, то есть, ты становишься тупым, как чистый лист бумаги, скажем так. Это очень просто, вот, как они, у них что основное? Это вот эта карта всемирная, да, вот эта, которая там, всемирный этот самый, как его, Конгресс или кто там, вот, потому что вот там, где Австралия, больше, чем Россия. То есть, там почти Евразия, вот, размер с Евразией. То есть, вот ты смотришь, вот, вот это вот. Это ты имеешь в виду обозначение, которое организация объединенных нас. Ну, да, развертка, развертка, да, карта вот эта плоская, вот где, где они все показывают этот вот этот бред этот силой, где там у них там что-то вращается, крутится, как это самое, и вот они тут показывают, я вот, у меня же в ролике есть это тоже, я показывал, что вот там Америка, там Северная, Южная, там Африка, вот Австралия. Ты в ролике показывал, что вот если из Австралии до Южной Америки, там должно быть по расчетам, по раскладам, там что-то 40 тысяч километров, что ли, если по прямой самолет. По идее, если плоскость, да, плоскость, если плоскость, вот здесь должно быть 40 тысяч километров, где-то около, примерно. Когда шарообразные, мы имеем в виду, вот они вот-вот с этих 40 тысяч так и есть. Вот, от сих до сих, вот если померить вот так по кругу, оно 40 тысяч и будет. Вот, но в плоскости, но если посчитать все, вот развернуть, и вот считать вот так вот, то есть шажками, да, там, или чем-то там, рулеткой, от сюда до сюда 40 тысяч километров получается. Столько ни один самолет не пролетит. Хотя твой контраргумент по поводу того, что вот как самолеты там летают, якобы они должны летать по прямой, а залетают они там на континент, ты сказал, что это просто-напросто полетный коридор, который дается самолету. Нет, я ничего не, про коридоры я ничего не говорил. Ну, может, я неправильно понял. Нет, ты меня с кем-то перепутал. Значит, я просто рассказывал, что там про то, что про Северный полюс, что там якобы вот эти все вот плоскодонщики, они считают, что почему не летают самолеты через Северный полюс, потому что вроде как ближе. Да, по плоскости ближе, если это плоскость, то ближе, но по шару ближе вот так лететь, а не вот так. В эту точку лететь не так же ближе, а вот так. Вот, шар. И расстояние совпадает. Вот тогда берешь размер, все эти дела, все меряешь, все четко. Но когда вот разворачиваешь вот это вот, вот, божество, и начинаешь замерять тут, тут все, все не совпадает. И опять же, вот как я говорил, рассказывал, то, что вот края земли какие-то, вот отсюда, отсюда, но Австралия тут, а Африка тут, они же рядом. И вот там, если мерить тоже, как замерять по плоскости, тут получается в несколько раз больше расстояния, чем если по кругу. Потому что по кругу они рядом. Вот они там рядом. Если вот брать начало, там, конец Африки и, ну, Юг, и вот здесь вот Австралии. Вот они тут рядом. Там, я вот не помню сколько, но немного. Но если по плоскости, они там совсем чуть ли не с противоположной стороны друг от друга находятся. Что это ерунда? Не, ну это все, это все мелочи. По сравнению с тем, что вот, как это, что происходит. Вот я же говорю, на примере, вот как висят спутники, никто же не верит, что висят спутники, потому что они должны висеть вот 36 тысяч километров, да? А у нас земля диаметра 12,5. То есть это три диаметра земли. Это вот если взять вот так вот, вот шар такой, вот я подобрал примерно. Так, ладно, это Луна. Вот, например, вот раз, два, три, вот где-то вот тут, да? Вот где-то вот здесь. Ну, условно будем считать, например, здесь находятся вот. У нас вот все, вот если брать спутники, по кругу, по кругу, если брать вот так, то есть как я вот разрезал, да, вот экватор разрезал, вот это у нас экватор получается, вот и обрезал землю, да? Это как земля плоская, да? Просто сделал плоская из экватора нулевого. И вот, соответственно, вот если брать вот тройной размер, то все спутники вот так вот здесь вот висят. Вот так вот, вот, по этому кругу. Они все. Что с этой стороны, вот что с Америкой? Вот здесь Америка, здесь американские спутники висят. Там Мексика, там, вещает в другую сторону, но они висят все равно тут. Просто они вещают на Мексику. А вот на Америку вещает, там пятнами идет, вот это вот, когда идет передача, вот эти спутники, они вещают пятнами. И они не могут захватить. Он всю землю спутника охватить не может. То есть он узконаправлен в определенном коридоре на сколько-то градусов. Да, да, основное пятно. Вот, например, вот 3-6 градусов Евтелсад, да, вот который НТВ+, там, Триколор, он конкретно, у него, как бы, центр идет на Москву, да, соответственно. И вот здесь вот пытается захватить. Вот это вот Москва, примерно, видно, да? Да, да. Вот Брест, например, здесь. Они скорректировали, например, так спутник. Раньше вот когда-то здесь был у нас сильнее сигнал. Вот, но они потом, когда вот там начались эти проблемы, там, с индивидуальностью, да, там, государство, то есть все, там, разделение. Вот, они нас немножко убрали со своего пятна. И вот у нас сейчас теперь хуже сигнал. Это мы, я все знаю, это все, вот у меня, я же говорю, у меня все на руках. Прощупано руками, да. Да, прощупано, это все есть. То есть они сдвинули вот пятно спутника, ну, чтобы еще на восток им там больше было, чем, потому что их не столько волновала наша территория, Беларусь, сколько вот ихние районы. Вот, ну, у них там еще другие спутники висят, вот над Байкалом, там, 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 вот дальше, Мурманск. У них свои спутники висят. Но, потому что вот это пятно, оно слабеет каждым разом, постепенно. Но, опять же, вот мы, вот с Бреста, мы выхватываем вот эти вот спутники, которые висят, сюда вещают пятна. Но сигнал очень слабый, там тарелку приходится очень настраивать, там большая должна быть, побольше и так далее. Но факт то, что мы это берем. Ну, а дальше вот эти спутники мы не берем. Вот, которые вот здесь, вот с этой стороны, или вот где-то вот отсюда. Их просто не видно, не слышно. Они за горизонт уходят. Уходят за горизонт. Но, понимающим делом, что если вот, как вот, если объяснять спутник, вот если вот он висит, и если это плоскость, то хорошо, как на этой плоскости можно расположить спутник, чтобы он так же вот реагировал, и все это происходило. И на чем они вообще висят? Каким образом? И если это не 36 тысяч километров, вот как здесь вот 36 тысяч километров. Понимаешь, это три диаметра Земли. Вот. И это расстояние довольно огромное. И, соответственно, углы, вот которые вот когда совпадение углов, вот смотришь отсюда, вот, например, вот здесь вот спутник находится, да? Так, чтобы видно было. Он, получается, спутник бьет лучом достаточно концентрированным, потому что если он будет брать большим, широко, то, видать, не хватит мощности, что ли, ему? Как это выросли? Мощность, да, у них же небольшая мощность, поэтому и тарелки ставятся, вот какие-то тарелки для того, чтобы сконцентрировать вот на эту головку, вот это собрать, вот, например, с квадратного метра или там полуметра, к примеру, да? И чтобы это сконцентрировать, это все должно строго, потому что каждый участок, сантиметр, он должен фиксироваться вот сюда, вот, направляться, фокусироваться. Вот. Когда, вот, кстати, так, когда хорошая тарелка, так немножко. Когда хорошая тарелка, то вот летом у нас, у нас как раз получается, вот солнце проходит, оно выше, становится выше-выше, оно что-то зимой низкое, а чем это, ну, теплее к июне месяцу, оно все выше и выше, ну, как и везде, оно подымается. И вот получается, что оно, когда какое-то пересечение вот проходит, то вот отражение от солнца, свет попадает прямо на головку. И вот если тарелка хорошая, он ее даже прожигает. То есть вот, и прямо видно, вот как вот идет вот такая вот, где-то 2-3 миллиметра, вот прямо разрезает, вот, например, головка конвертора и прямо вот режет его. Вот, просмаливает. Такая точность, если... Ну, в процессе, то есть если долго работает, то вот этот вот сигнал, он оставляет след на тарелке. Да, но солнце постоянно идет, крутится, ну, вот все эти вращения, как происходит. Вот почему, вот какие морозы... Опять же, как это со стороны плоскодонщиков все это объяснить? Это же необъяснимо. А мы это, я говорю, все это видим, чувствуем. И вот повседневно, это наша повседневная жизнь. Вот это вот видимость... Еще раз вернемся к вопросу. На твой взгляд, зачем им это нужно? Вот я свою версию как бы изложил, да? Вот для чего они таким образом запудривают мозги? Значит, для чего это надо? Для того, чтобы, во-первых, отвлечь от реальности, от того, что реально. Вот с этими всеми БТГ вот это все вбросы идут. По БТГ вот и то, что вот это истерия, вот это все идет. И вот то, что вот с плоскодонщиками, это специально делаются вбросы для того, чтобы запудрить, отвести в сторону. Вот чем больше... Вот там же, кстати, вот в ролике как раз есть, там они типа на каком-то конгрессе, там вот и говорят, что вот информационная система, вот там мы стараемся там добавить мусора туда-сюда, чтобы вот забить, забить основу. То есть то, чтобы реально, то, что люди занимались вот этой ерундой, это одно. А второе еще, это, понимаешь, такой индикатор для них. Вот. То есть они делают эти вбросы и смотрят, насколько человек ведется. То есть если он совсем баран, он ведется конкретно. Смотрят, какой процент людей отупел в достаточной степени. Да, совершенно верно. То есть вот это отупление идет специально, это не первое десятилетие, понимаешь. Я же вот 30 лет, так как я говорил, что я занимаюсь парапсихологией, и 30 лет назад, буквально через два месяца исполниться ровно 30 лет, как я начал этим заниматься. Перевернул свой мир, так сказать, в некотором образом. Вот. И нам, я уже говорил, что нам рассказывали про то, что произойдет сейчас. Вот то, что сейчас происходит, нам все это описали чуть ли не один к одному. Вот то, что сейчас все происходит, и я вот это полтора-два года назад, у меня есть вот стрим, где я говорил про это. То есть я не мог знать, что сегодня произойдет, и что завтра еще произойдет. И я вот говорил, что вот нам про это сказали 30 лет назад. А это все готовилось еще больше сотни лет назад. Все эти вот иллюминаты, это вот это вот, все это масонство, это все дела. То, что вот мне буквально пару лет, мне вопрос назад, люди вопросы задавали, ты что, веришь в масонов? Я им говорю, ребята, я не верю, я знаю, я их видел. Причем я видел такие факты, вот как вот сейчас вот показывают, там кое-что там сейчас вот типа вскрывают, да, на самом деле это делают опять же вбросы, потому что они уже ничего не боятся. Все, процесс пошел, система запущена. Они уже сейчас могут вообще раскрыться полностью, они что и делают, в общем-то, они уже, то, что вот эти вбросы опять же идут, что ва-ва-ва, что творится, что такое, вот там заговоры, убил гейс и так далее, там все это, все эти дела. Это все, они просто уже, ну, находятся на той степени, что поезд, все, пошел, его не остановишь, механизм запущен. Вот, а до этого, это все настолько скрывалось, все вот, пыталось, ну, завалировало, да и было проще прятать тогда, в те времена. Но, я зная, что это происходит, и что должно быть, вот, я за этим смотрел, и для меня были ключевые моменты, вот, когда что происходило, вот, и вот у нас происходило, там происходило, везде и всюду, я за этим все внимательно следил, все эти этапы пути, которые они проходили, и то, что делали, я это все замечал. Для меня это была ни новость, ни секрет, вот, то, что все происходит, то, что вокруг, я знаю, что будет дальше. Лучше бы не знать, конечно, будет очень плохо. Да, печально, печально это все. И вот сейчас, вот сейчас, вот именно они смотрят на готовность оболванивания, насколько они запудрили вот этим всем людям, отвлекли от текущего, они же эти вбросы вот эти делают, то, что они там типа сами себя гнобят, там показывают, там младенцы, там все, вот это все ужасы. Это, знаешь, это принцип такой вот, тоже, вот если не замечать, то есть... Принцип окон Авертона, то есть потихонечку начинают информацию откроть, чтобы потом... Окна Авертона, это само собой, да, постоянное накручивание, накручивание. Но еще, понимаешь, вот как вор, например, украл шапку, да, вот, а сам спрятал ее и кричит на другого, вот смотрите, вот он украл шапку, вот я видел, как он украл, и начинает описывать те события, которые сам совершил. То есть он рассказывает всем, что вот этот сделал так-то, так-то и так-то, вот там подошел туда, где-то за угол, там еще что-то, через забор там или что, ну, вот такое вот. А это, если присмотреться внимательно, ну, я просто говорю, я присмотрелся внимательно, ну, вот на наших этих, которые там вот, в Кремле, как они там, они же, что-то тоже рассказывают, они рассказывают абсолютно свои действия, но переводы стрелки куда? На тех, якобы. Но дело в том, что и одни и другие в сговоре. Там абсолютно, причем это я знал, это не сегодня, это не то, что сейчас вот уже, да, вроде как не секрет стал, уже все понятно, да, уже сейчас стало все понятно, что уже не секрет, что вот, и там мафия, и там, это все единое целое, это вся система, то есть подготовленная, а подготовилась-то на столетие. И вот как оно готовилось, я это видел. Вот, например, взять, понимаешь, вот 20 лет назад, вот для меня ключевой момент, опять же, вот если брать спутниковое телевидение, для меня ключевым моментом, что вот, они уже завели поезд, это вот, да, где-то вот Гусинского, когда сняли, точнее, вот он сбежал, вот это, с НТВ у него забрали, вот тогда его, ну да, НТВ плюс забрали, да, тогда все, он у него корпорация, все там, все дела, я же, это все на моих глазах было, это был ключевой момент, когда я понял, что все, поехало, вот тогда это было 20 лет назад, я вот все прослеживал, все эти этапы пути, что происходит, как и что, как эти бросы все идут, как, вот, это больше 10 лет, вот с этими БТГ, и вот, ну, плоская земля меньше, а спиране про БТГ это вкинули, вот это все, вот это вечный двигатель, и все это вот ерунда, да, не, на самом деле, насчет альтернативных энергий, это отдельный разговор, просто я, я предлагаю записать отдельные видео даже, да, это можем поговорить уже отдельно, все это, просто я тоже говорю, что все это было сделано преднамеренно для того, чтобы народ истерил по этому поводу, то есть вот занялся, вот те, которые вот хоть как-то там у них там в голове что-то стреляет, кот уже дает о себе знать, слышит, что я разговариваю, уже требуется к себе, вот, и это все было преднамеренно вброшено, посмотрели, так, ага, народ захватил, все это понеслось, сколько, сколько же, сколько же было вот этих вот блогеров, там это все, сколько каналов, там, метусили, это все, сколько уже этих вечных двигателей создано, да, уже весь мир можно, уже можно, каждому, у каждого должно во дворе, там, или где-то дома, не знаю, в подвале уже стоять свой двигатель, и уже все, бесплатная кругом энергия, где она, нет ее до сих пор, а почему, потому что, не в том все направлении идут, они специально уводят в сторону, и подбрасывают моменты, вот эти самые, вот ложь, вот как у меня, вот, я там кое-кого там, да, разоблачал, значит, было дело, и там вот, на меня что и в суд подавали, и суд был, и я его выиграл, суд ты выиграл, насколько я помню, да, да, там, что там было выигрывать, вот, то есть, понимаешь, это все, вот, специально забрасывают, и дается, и дается широкая дорога, вот там, этим блогерам подбрасывают какие-то деньги, понимаешь, там вот, вот, как-то ни с того, ни с сего, вдруг у них раз, и они там, вдруг у них куча народу, там, просто лавина, просто просмотров каких-то, да, откуда это, кому это надо, по идее, там, бред несется такой, но, люди, как вот я там, например, со спецами разговаривал, да, которые, ну, понимают, что все-таки, они туда приходят, типа поржать, да, типа, это самое, ну, я говорю, так если ты, типа поржать, ну, такая, что ты туда, ты понимаешь, ты вот подписался под этот канал, все, ты соучастник, этого бреда, так вот, я, например, я не подписан ни на дни каналы, вот эти вот, они у меня все на крючке, я все их мониторю, как вот специалист по парапсихологии, да, я их все просматриваю, так сказать, уже, ну, хочу-не хочу, мне надо это, чтобы контролировать эти все процессы, вот, ну, и там бросаю им там иногда эти вот, сообщения там, Меня там банят повсюду, меня везет забанить. Меня, кстати, даже в Телеграме забанили. Федор, я предлагаю поступить таким образом. На сегодня вот эту запись закончить, потому что мы уже тут больше полчаса разговариваем. И зрителям я попрошу писать в комментариях вопросы, на какие вы хотели бы получить ответы. А, соответственно, автор YouTube-канала Монарх100 посмотрит эти вопросы, выберет самые интересные, на которые бы он хотел ответить. И запишем еще одно видео. Может быть, даже сейчас я уже в процессе реализации прямых эфиров. Может быть, даже выйдем в прямой эфир и будем отвечать на вопросы, которые поступают в прямом эфире. Я, в общем-то, батл так и рекомендовал. Ну, то есть я тебя же вызвал на батл. Да-да-да, мне пришло письмо, где вот автор канала Монарх вызвал меня на батл по поводу плоской земли и земли, которая вертится круглой. Ну, вот у нас не то, что прям батл, короче, такой, но, тем не менее, мозги немножко мне на место поставил ответами. Нет, это все мел, это все я чисто поверхностно. Вот по тому фильму я по каждому пункту могу объяснить, рассказать и пояснить, что там, где какой бред и какая подмена понятий. Там вот и протезу там такое несут. Там вот с этой левитацией, там, я не знаю, там, ну, столько. Там просто, просто отборная, отборная вот эта вот биомасса, которая вот корм для биомассы, вот я не знаю. Вот чисто для этого. Ну, мы попробуем этот корм расфасовать по правильным пакетикам. И, может быть, на каждую тему, там, и про левитацию, и про Теслу. Может быть, мы как раз на каждую тему видео запишем, чтобы у людей, которым я рекомендовал сам посмотреть этот 7-часовой фильм и сделать выводы, чтобы можно было людям действительно увидеть альтернативную точку зрения и сделать более правильный выбор, потому что все познается в сравнении. Вот посмотрите тот фильм, 7-часовой, и посмотрите мнение специалиста, который в этих всех вопросах силен, который имеет опыт и может дать пояснение практически по каждому пункту, который в этом фильме обращается. Электроника, все, это для меня не проблема абсолютно. Я могу объяснить все там, что там в этом фильме. Я, правда, говорю, 5 часов василил, вот 2 часа еще осталось. Я не знаю, мне уже, честно говоря, тошнит от него. Но приходится, ну что делать. Так вот, я говорю, любой пункт мне дайте, вот каверзный вопрос, самый каверзный вопрос задавайте. Самое-самое, самое вот дно, вот в самую муть мне. Я вам все объясню, ребята. Давайте. Ну все, отлично, тогда так и поступим. Ждем вопросов от зрителей в комментариях. И на следующей неделе тогда запишем новое видео уже непосредственно с ответами на вопросы. Все хорошо, тогда на этом закончим. Большое спасибо за уделенное время. И спасибо за такой вот подход и разъяснение. Хорошо, все. Всем зрителям привет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!